Сегодня у нас в районе такая техника, что мы в принципе за 20 дней можем убрать весь урожай. Средний урожай на сегодня вот за последние 5 лет у нас составляет 32,7 сантиметра с гектара. В Шарыповском районе начался сбор урожая. Руководители, сельхозпредприятия и специалисты районной администрации отправились в традиционную поездку по полям. Оценить, как проходит уборочная. Мы устроим эту часовню на свои собственные средства. Здесь не будет ни одной копейки государственных денег, потому что это неправильно, это неверно, потому что она церковь отделена от государства, и государство не имеет права тратить. И мы, конечно же, ни копейки, ни денег нет. В Каннске появится новый храм. Установят часовню на территории педагогического колледжа. Ты меня, молодой, сумма разу трела. Арт-проекту «Ачинский Арбат» исполнилось три года. Какой подарок горожанам подготовили организаторы праздника? В Шарыповском районе начался сбор урожая. Руководители сельхозпредприятий и специалисты районной администрации отправились в традиционную поездку по полям. Паршрут пролегал по угодиям большинства хозяйств района. С аграриями встретился глава Шарыповского района Геннадий Качаев. Это не просто поездка, а еще какие-то консультации. Кому-то подсказывают, что бы ты здесь сделал по-другому как-то в плане агротехники, изменения. Это поездка, так сказать, друзей, которые настраивают друг друга и в части работы, и в части отношения к земле в таком товарищеском режиме. Участники выездного совещания оценили состояние посевов, обсудили виды на урожай, поделились друг с другом опытом и знаниями. И сравнили свои поля с соседскими. Шарыповская АПК лишь пятый год занимается земледелием. Пока это хозяйство высокой урожайностью похвастаться не может. Поэтому советы более опытных аграриев для них особенно актуальны. Многое зависит, конечно, от агрономии, но знать поле, понимать его и применять именно тех технологий, которые есть, это все нарабатывается с годами. Есть хозяйство, которое достигли сегодня, урожайность, на которую надо стремиться. Всех тайм они не выдают, но при этом они не останавливаются, у них есть еще и, говорят, что потенциал не полностью раскрыт. Рекордсмен по урожайности зерновых в прошлом году и нынче сдавать позиции не собирается. В хозяйстве тренок смолотили по 35,5 центнера с гектара. Накануне выездного совещания сделали пробный обмолот ячменя. Прогнозы оптимистичные. Буквально в течение недели, я думаю, уже в основном все хозяйства на первые поля свои выйдут. У кого есть ячмени, у кого есть первые сроки, там овса, пшеница, все равно начнут уже убирать. Ну, на первый взгляд, вот сейчас, сегодня объезд по полям видно, что в этом году урожай, в общем-то, будет неплохой. Точно сказать трудно, да, но, наверное, показатели будут лучше, чем в прошлом году. Каждый руководитель сельхозпредприятия, проезжая по своим полям, делился с коллегами опытом по использованию новых сортов культур. Применению минеральных удобрений, средств защиты растений и использованию современных технологий. У сельхозпроизводителей района есть нужные силы и возможности для своевременного начала уборочных работ. А главное, что на полях есть что убирать. Годами выстраивается настроение людей на то, чтобы уборка прошла с высоким качеством, быстро. Сегодня у нас в районе такая техника, что мы, в принципе, за 20 дней можем убрать весь урожай. Средний урожай на сегодня, вот, за последние пять лет у нас составляет 32,7 центра с гектара. Я думаю, что вот эти высокие результаты, как бы, они достигнуты простыми тружениками, которые работают на поле, руководителями, специалистами. На сегодняшний день предстоит убрать около 85 тысяч гектаров посевных площадей. Аграрии настроены позитивно. И если погода не преподнесет сюрпризов, зерно будет убрано. Срок и без потерь. В Железногорском молодежном центре модернизируют открытое пространство. Для многих подростков коворкинг-ошелот – это место, где можно послушать интересные лекции, подготовиться вместно со специалистами проект на грант, встретиться на переговорах и многое другое. И все совершенно бесплатно. В середине мая здесь провел семинар эксперт креативных пространств Сергей Калуженов. Он рассказал о необходимости правильной организации открытых пространств. Объяснил, что грамотное создание креативной среды привлечет в центр больше молодежи, а значит, больше свежих идей и проектов. Тогда эксперт и указал на слабые места кашелота. И в молодежном центре с ним полностью согласились. У нас есть открытое пространство, но оно, мягко сказать, недодумано, непродумано, не имеет какого-то общего дизайна, какой-то общей линии. Мы понимаем, что креативное пространство – это место, где любые жители нашего города могут прийти и реализовать свои собственные идеи. То есть здесь должно быть зонирование, должно быть несколько зон, компьютерная зона, зона отдыха, зона переговоров и так далее. И все это должно быть связано какой-то единой нитью, нитью дизайна, нитью брендирования. Такой единой нитью стала идея «Волн» – пучина проектов «Среда обитания кашелота». Концепцию разработали резиденты молодежного центра. Определили расположение зон, цветовую гамму. Автор Юлия Шулика совместно с инициативными подростками уже приступила к воплощению идей. Мы разработали цветовую гамму синие, голубые, коричневые. В будущем мы здесь все это увидим. Различные зоны будут по-разному решены. Рабочая зона должна быть более светлая, располагающая к чистым новым идеям. Поэтому она будет светлая, голубая. Я думаю, мы здесь все выдержим в таком минимализме, чтобы ничего не отвлекало. А вот, допустим, в зоне отдыха уже будут более теплые, такие коричневые, присутствуют темные, синие диваны наши, где можно будет уже расслабиться, погрузиться. Может быть, даже такая кулуарность будет присутствовать. По новой концепции конференц-зал и зона презентации останутся где прежде. Поменяются местами рабочая и релакс-зона. Место отдыха преобразится, пожалуй, больше всего. Здесь появятся аквариум, мягкие диваны и даже небольшая кухонька. Будет обязательно чайник, где они смогут либо попить чаечек, либо, может быть, перекусить после школы, либо, в принципе, если проводят здесь много времени. Кроме того, специалисты решили выйти за пределы второго этажа молодежного центра и тем самым расширить свое открытое пространство. На заднем дворе бывшего кинотеатра «Спартак» за счет средств муниципального гранта благоустроили территорию, закупили столы. По словам Вероники Порфирьевой, здесь также можно будет устраивать лекции и мастер-классы под открытым небом и даже небольшие концерты. Все работы планируют закончить к концу августа. В Канске появится новый храм. Инициатором строительства выступил Канский педагогический колледж. Собственно, на его территории и планируется установить часовню. Такое решение коллектив учебного заведения принял давно, но не было необходимых материальных ресурсов. Настало время, когда мы нашли силы и средства приступить к этому строительству. Вот уже, видите, сделан фундамент. Фундамент, я думаю, что на той неделе уже будем делать сроп. Но там по технологии сроки таковы, что надо примерно около года для того, чтобы окончательно построить. Вообще-то мы рассчитываем, что 1 сентября следующего года мы уже будем просить нашу епархию во главе с его предшественным филаретом осветить часовню. Часовня будет сооружена из оцилиндрованного дерева, а наверху установят небольшой купол. Близлежайшую территорию полностью уложат брусчаткой и украсят цветочными клумбами. Такие грандиозные планы колледж ставит перед собой не впервые. Мы строим эту часовню на свои собственные средства. Здесь не будет ни одной копейки государственных денег, потому что это неправильно, это неверно, потому что она церковь отделена от государства, и государство не имеет права тратить. И мы, конечно же, не копейки, а государственные деньги. Это все наши деньги, которые мы заработали, которые мы решили вложить в строительство этого значимого для нас строения. Руководитель учреждения считает, что с нынешней обстановкой в стране без духовного воспитания не обойтись. Это и есть самоцель этого большого проекта – привить молодому поколению нравственные ценности. Часовня будет провозглашена именем святой мученицы Татьяны, которая считается покровителем всех студентов. К слову, колледж ждет еще одно событие. 1 сентября состоится торжественное открытие памятника, расположенного на ступенях учебного заведения. Как уже известно, бронзовый монумент представляет собой студента, держащего в руках зачетку с оценками. Преподаватели надеются, что он станет символом для всех учащихся колледжа. Стоит также сказать, что в этот же день запланирована закладка камня – основание нового храма, на которую приглашен сам епископ Канский Бакучанский Филарет. Арт-проект «Ачинский Арбат» отметил день рождения. Вот уже три года бульвар Богаткова становится местом встреч и территорий творчества. Здесь можно научиться чему-то полезному, порадоваться талантам земляков, продать или купить неповторимые изделия ручной работы. Прежде всего, это встречи с единомышленниками, я бы сказала, именно с мастерами, общение. И это, в общем-то, как-то привычный уже родной, свой. Даже не знаю, как сказать. Я как-то не задумывалась про это. Мне просто, я знаю, что я иду, я увижу людей, которые мне приятны, которые мне интересны. Вот своих учениц в кружок я тоже, как бы, некоторых нахожу здесь, на Арбате. То есть приглашаю людей к нам поучиться, если кто-то действительно очень хочет, заинтересован в этом. В общем-то, нравится, конечно, это хорошо, что есть вот такая возможность выйти, пообщаться, показать себя, посмотреть, что нового. То есть вообще, как бы, вот это творчество, это радость. Это большая радость для людей. Кроме мастеров и рукодельниц, непременными участниками арт-проекта являются сотрудники Ачинского музея. К этому дню они приготовили особенный подарок. К трехлетнему юбилею мы тоже свой мини-проект в рамках большого проекта решили организовать. Это Ачинский краеведческий музей. Мы создали книгу, которая называется «Я помню, как в этом сквере был случай важный для меня». Мы предлагаем жителям города записать сюда свои жизненные, любовные, семейные истории, связанные с этим местом, со сквером, может быть, с первым, вторым микрорайоном, может быть, вообще с городом. Ну, желательно, конечно, именно вот с этим местом и оставить навсегда вот в этой книге. Для этого мы оформили, мы здесь подобрали фотографии, как выглядел Арбат в прежние годы, в 70-е, 80-е годы, и предлагаем здесь оставить свои воспоминания людям. В этот праздник на Ачинском Арбате было все, что так любят его гости. Танцы, песни, мастер-классы, подвижные игры для детей и взрослых, фотозоны, викторины и, конечно же, подарки. День рождения подошел к концу, но Ачинский Арбат продолжает свою работу. Творческие площадки на бульваре Богаткова будут работать каждый четверг до конца лета.